Нет, мы в принципе туда не ездим, мы очень давно там были, а в связи с последними событиями, наверное, хотелось бы лезть в такие спокойные места, так же, как и в Ирак, не поедем. Все-таки, если ездишь отдыхать, везешь с собой семью, везешь с собой детей, как там все будет? Вот то, что, допустим, в этом году мы точно не поедем, это 100%, это 100%. Хотя ездили практически каждый год на своей машине. Нет, из-за войны нет, конечно бы. Я обязательно буду туда ездить, в Крым, потому что там захоронены мои родственники, я должен проведывать могилки. Я, в принципе, Россию там поддерживаю в этих вопросах и не поддерживаю Евромайдан, ну, тут все. А не поехал только по одной лишь причине, потому что туда сейчас трудно добраться будет, вот и все. Мы передумали туда ехать, если же не поедем как-то. Ну, если только, ну, получается, ехать же через Украину придется, но на Украине сейчас как-то неспокойно, поэтому не поедем. Хотелось бы. Почему так? Так, ну, я не считаю, что там уже настолько все страшно, как показывают по телевизору. Почему не поеду? Потому что пока не могу. Нет, не поехал бы. Я люблю более, скажем, отдых. Цивилизованный, культурный, скажем, Крым не для меня. Болгария, хотя бы куда-нибудь Европа, но не Крым. Я туда съездил, в последний раз мне понравился, потому что, скажем, много русских, много, цены высокие, ну, и культура не та. Не избираюсь и в Крым ехать. Я там и была, наверное, в 80-м году после Олимпиады. А вообще-то отдых выгоднее отдыхать за границей. А Крым точно не хочу. Точно нет. Ну, в связи с последними событиями, нет. Во-первых, у меня двое маленьких детей, я бы вряд ли рискнула здоровьем везти в Крым, отдыхать. Нет, точно нет. Ни в коем случае. Сами понимаете, из-за чего. Ехать там, где оккупировали территорию и находятся военные, то есть, конечно, нет. И вряд ли вообще когда-то я туда поеду.